Рак Перископ Майки 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 чего-то хотел там чтобы она мне там что предложила фит или похвалила просто сам факт того что вот я передал свою музыку и была вероятность того что она ее послушает мне вот был очень приятно ну почему бы не сдал арки вот такая женщина весьма мало того что приятная и конечно же супер звезда но хорошо если не зарубить зарубежных исполнителей пойдет речь наши из наших в свое время я очень хотел сразу чтобы у нас была какая-то песня но это было уже так давно и после этого мы как-то даже встречались и познакомились приехали мы же используем можно да да вот после этого у нас были там переговоры давал разрешение потом там потом давал и какой-то была такая запутанная история в общем и потом нас как-то пригласили спустя той истории еще через пять лет нас пригласили к нему в студию особняк на васильевском острове мы заходим уже такие бородатые бородатые такие дяди а нас попросили сделать он хотел какой-то сделать вариант как от своей какой-то и мы заходим такие взрослые парни и он нам я не знаем что делать это было странно поэтому я это уже такая попса кстати вот как ты это просто такое это сказать какое-то обывательское такое отношение к музыке для человек ничего об этом не знают он думал что рэп это ел ну пускай а ну да раньше было рэп это ел можно рассказать про то что крак это андеграунд российской хип-хоп сцены так ли это или это не так и ты готов игропровергнуть очень часто я могу согласиться с любой версии с тем что андеграунд несомненно в андеграунд и с тем что бывают люди более андеграундные которые в которых есть какие-то более принципиальные моменты которые прям вот вообще ничего не делают для своего продвижения потому что им нравится вот вот именно у себя дома там и для своих там двадцати друзей делать музыку и возможно долгое время я это уважаю какой последний хип-хоп альбом ты послушал и он тебе понравился прям понравился понравился вот вчера буквально я слушал кендри каламара альбом саундтрек к черной пантере вот этот комикс который еще по мне ушел на экраны пару песен не понравился ожидал большего если честно потому что мне казалось что комиксы в черный супергерой там должна быть такая супер пафосная энергичная музыка и в спортзале он специально включил думаю что он не зарядит а там такое просто парень с района там ну круто делает конечно но не такой энергичный оказался этот альбом что до этого мне еще что я слушал что мне понравилось и не помню я очень много на самом деле сейчас отслушиваю альбомов но там стараюсь раз в день например послушать какой-нибудь альбом или если иду спортзал я стараюсь какой-то новый альбом послушать и поэтому было это каши все время когда меня спрашивают какой-нибудь любимых трех исполнительный назвать или какой я посмотрел последний фильм все время поэтому я вспомнил кендри каламара это уже хорошо но кендри каламар мы кстати сегодня давним с утра говорили в редакции о том что крутой парень и музыка замечательная и то что он последнее время вообще выдает это уровень по-другому не скажешь если будущего хип-хоп сцены в нашей стране если не брать в расчет тот поп хип-хоп который сейчас имеет засилие скажем так я думаю рэп музыки есть будущее вообще в любой стране потому что это наверное самый адаптивный жанр и он подстраивается под любые любые условия и там и политические экономические там не знаю языковые что есть рэп на любом языке казалось бы даже на тех которых он просто быть невозможно на китайском да если бы индийский там пакистанский какой угодно и причем ну польский там не знаю финский казалось бы такие языки тяжелые да ничего нормально ребята справляется делают качают находят какие-то свои там фирменные штуки русский рэп уже развился до каких-то можно сказать масштабы как все-таки будет правильнее хип-хоп или рэп хип-хоп это культура рэп это музыка рэп музыка ритмичная альтернативный поэзия ритмичная альтернативная поэзия в общем друзья из сегодняшнего эфира вы многое узнаете о рэпе и хип-хопе сегодня мы подводим итоги акции влюбленные в рэп приуроченных 14 февраля делаем это вместе с нашим гостем фьюзом крэг мы совсем скоро мы продолжим наш эфир не переключайтесь шестнадцать двадцать пять на часах это радио energy мы продолжаем день святого валентина 14 февраля сегодня на календаре именно сегодня мы подводим итоги акции влюбленные в рэп делаем это совместно с главным экспертом нашей акции фьюзом крэг артем сегодня нас гостях привет еще раз тебе но мы с тобой поговорили о музыке мы с тобой поговорили о правильной и неправильной музыки красивые не очень расскажу пожалуйста немножко про петербург ты очень часто своему своих текстах говоришь про петербург и какой город могут посоперничать с петербургом твоей любви к нему нью-йорк не хотел никогда туда уехать хотел всегда да нет языковой барьер да и кто я там собственно раньше мне казалось это невозможным смысле когда я бумаги сейчас такое ощущение что поздновато стартовать там вот делать что-то добиваться рвать там ну и питер я очень люблю и не то чтобы там готов бросить просто так разменяться на что-то в нью-йорке я бы хотел пожить есть ощущение что вот могла бы там быть какая-то другая еще не менее интересная жизнь нам просто очень классно мы возьмем вы знали бы возможно того фьюза которого мы знаем сейчас или нет если бы это был нью-йорк например или рязань то есть петербург тебя воспитал как музыкант ну конечно здесь сложилось все так именно как есть то есть чтобы там было нью-йорке да в общем то и в петербурге главное что все все что есть все в петербурге мы это слышим и знаем кстати сегодня друзья у нас приготовлен небольшой сюрприз от фьюза и большой для валентины как мы выяснили за эфиром какой трек в твоем творчестве для тебя не то чтобы может быть самый выстраданный может не выстраданный может просто самый любимый есть ли такой трек не то чтобы одинаково но все по-разному я сейчас я переживаю там за новые песни которые пишут те которые я уже написал ей отложил я теряю к ним грубо говоря интерес то есть я всегда живу чем-то новым мне нравится сочинять записывать это ну поэтому наверно столько лет я этим занимаюсь а вот перебирать там копаться прямо как-то смаковать прямо то что я уже когда-то сделал знаю может придет время еще этим заняться пока что мне нравится делать новое но мы будем ждать еще от тебя более нового и кстати говоря альбом у тебя на подходе правильно понимаем да верно вот сюда мы ехали на машине слушали такой можно сказать мастер диск там какие-то мелочи нюансики поправляли на связи со звукорежиссером буквально вот я надеюсь что прямо в этом месте он уже появится на всех платформах везде можно сделать вообще на всех площадках платформах друзья так что ждите ждите все впереди и новая музыка на подходе ближе к весне по моему это прекрасно мы все с тобой этой самой пресловутой музыки но я знаю что ты занимаешься спортом ну просто занимаюсь непрофессионально просто подержим потому что да прикольно то что без спорта грустно на самом деле спорта он очень хорошо заряжает тем более в нашем городе когда погода такая миленькая честно сказать а после спортзала выходишь в такую заряженную вообще а спорте опять же нас в твоей группе немножко потроллили под постом под репостом который ты сделал с нашей группы что в этом сочини рэп про любовь там далее немножко потроллили нас и может быть тебя отчасти фьюз а напишет трек про футбол со словами месси человек написал везде вообще в инстаграме группе там в личку ну чтобы о чем-то писать нужно знать это хорошо мне кажется поэтому я в футболе не силен настолько чтобы прямо написать целую песню поверхностно как-то я не очень люблю рассуждать о вещах я могу но не знаю пусть обратиться клуб ко мне какой-нибудь наш великий например договоримся но постараюсь и изучу вопрос могу в принципе мне нравится какие-то сложности технические какие-то такие штуки а за зенит болеешь ну само собой зимит это санкт-петербург у нас такой центровой клуб олимпиады смотришь раз догонку о спорте вы говорим нет не смотрю на я телек вообще не смотрю то есть не интересуешься как там наши ребята не интересно но обычно какие-то хорошие новости я узнаю и так там на яндексе новостях или там где-то мелькнет в инстаграме порадоваться по радио можно услышать наш выиграли проиграли вот сегодня от вас я услышал про керлинг да да вчера наши ребята я просто так и не понял поехали очевидно что поехали вроде запрещали мы тут все так расстраивались что не пустили наших спортсменов на гиаду уже чуть ли там не ядерной бомбы уметнули на саму готовил не выступают да все выступает выступает успешно у нас показывают или галлими складывается кто позвонил ну это позвони честно не знаю но главное что все хорошо разрешилось кого-то мы сегодня тоже с тобой обрадуем как я уже говорила мы сегодня подводим итоги нашей акции влюбленные в рэп вот мой коллега говорил ну может быть влюбленный хип-хоп я беру ну ребята же пишет рэп данном случае мы говорим о стиле музыки как вы выяснили сегодня готов озвучить готовыми на те кстати понравился очень слоган на самом деле то что уже когда за двойным смыслом получает влюбленные идут в рэп ну для того чтобы делать рэп и влюбленные в рэп в смысле те кто любит рэп скажите по секрету мы на это и делали старку да да все получилось мне понравилось вы молодцы я и хотел вас похвалить спасибо я рад что ты поняла ну что поехали будем радовать тех кто принимал участие и оказался в числе победителей хорошо хорошо три трое финалистов сказали просто три призера первый из них рахман 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 именно тебя мы сейчас послушаем и так поехали и 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 по моему огонь ну да в конце можно было этого избежать в принципе вот эти мелодии Мне в целом понравилось, потому что кажется изначально, что у парня слух есть, но потом, когда он начинает интонировать, можно было поточнее. Ну, молодец, в целом молодец. Волновался, наверное. Мне, по-моему, больше всего понравилось. Ну, неизвестно, как он там, в каких условиях он тут все записывал. Молодец, прикольно. Ну, нашему звукорежиссеру большой привет еще, потому что все это присылалось к нам в WhatsApp, и мы максимально это чистили. Двигаемся дальше. Так, дальше. Буанас Эйро. Добрый вечер по-итальянски, кстати, переводится. Ну, уже, кстати, вечер близок, послушаем Буанас Эйро. Вот про моржей особенно хорошо поговорим. Да, да, но меня тоже так зацепило. Я вначале стал рыжать, думаю, какие моржи. А потом уже вспомнил, так действительно у нас невеже плавают моржи. Да, у Петра плавают постоянно ребята там. Ну, да, да. И вот поэтому, ну, вообще все сомнения испарились. Я понял, что моржи должны, должны победить. В общем, Буанас Эйро, и твои моржи, моржи тебе помогли, так и знай. Кто у нас еще победитель? И третий это Игорь Баранов. Игорь Баранов, слушаем тебя. Половинка согреет. Нет, я, конечно, никогда не знала, что Эндриджи может так круто сочетаться со сноубордом и лыжами. Да, да. Мне тоже порадовало это, ну, странное, казалось бы, сочетание. Ну, опять же, про спорт парень упомянул, да? Доска, лыжи. То есть в паре же действительно бывает так, что один любит одно, другое, другое. И это не мешает отношениям, да? У нас, кстати, Energy in the Mountain прошли в эти выходные. Ну и первая строчка февраль на хайпе. Вообще, я выпал просто на садок. Ну, ребята, вы хайпанули все трое, с чем мы вас и поздравляем. Вы получаете фирменные наборы Radio Energy, сертификат на партный полет в аэротрубе. FlyStation с фотками подарок и приглашение на концерт группы Крэ, который пройдет 23 февраля в клубе Гештальт, категория 16+, спонсор акции ООО Аэротруба. Мы вас еще раз поздравляем с Артемом. Ну и расскажу подробнее немножко про 23 февраля. Чего ждать на концерте? Ждать новых песен с альбома, который вот-вот выйдет. Я их сейчас как раз зубрю. Плюс лучшие песни из репертуара всех лет. А их больше 15 этих самых лет. Да, лет много, песен тоже, поэтому какая-то выжимка лучших песен, хорошее настроение, небольшой клуб, уютный, там хороший звук. Я был там на мероприятиях в центре города. Я думаю, будет классно прямо. Ну, не знаю, что добавить. Концерт Крэк – это такая какая-то классическая сложившаяся история. Для тех, кто был, все понятно. Для тех, кто не был, приходите, узнаете. Ну, приходите, узнаете, услышите все вживую. Но у нас есть небольшой сюрприз. Есть. Рассказывай. Небольшой сюрприз – это песня. Заглавная песня с нового альбома, которая называется «Атом». Песня, соответственно, называется так же. Ко дню всех влюбленных, думаю, хорошо подходит, да и вообще для Radio Energy, для хорошего настроения и для всех вас от меня. Welcome. Прямо сейчас послушаем, друзья. У нас сегодня в гостях был Fuse, Крэк. Артем, спасибо, что пришел в вашу пару. Поздравляем с днем всех влюбленных. Спасибо. Ну и ловите прямо сейчас абсолютную премьеру в эфире Radio Energy. Fuse, Атом прямо сейчас. Еее.